Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях замечательный человек, а замечательный он тем, что он военный, он офицер армии Израиля, он военный аналитик, и зовут его Игорь Левин. Игорь, здравствуйте. Да, приветствую. Мы переходим к Блиц-интервью, на которое нужно отвечать очень сжато, быстро, это вопросы наших зрителей. Готовы? Конечно. Поехали. НАТО будет воевать за Украину? Возможно. Насколько возможно? Не знаю, вероятно сейчас минимально, но она не нулевая. Хватит ли оружия у США и Европы для скорой победы Украины? Если нужно его производить, то хватит, его нужно производить, сейчас нет. Запад уже не боится Путина и его ядерного оружия или еще боится? Не ядерного оружия, а боится вообще концепта большой и полномасштабной войны. Это нарушает рабочую вот эту вот обстановку рынка глобального. Россия начнет полную мобилизацию? Санкции минимальные, но они есть. Когда Россия поймет, что проигрывает войну, она отключит газ в Европе? Отключит газ в Европе? Нет, думаю, что нет. Но все зависит опять же от Азии. Все зависит от Китая, Ирана и других вот как раз суппортеров. Будут ли они в той или иной степени поддерживать как раз Украину? Назовите три характеристики, в которых армия Украины и армия Израиля схожи между собой. Ну, во-первых, это стараться, видно, что командование в Украине старается не быть как Россия, то есть не мясники, то есть сберечь своих солдат. Мы видим, выводят подразделения, сохраняют, бросают их в котлы и так далее. Израильская армия тоже построена по такому концепту, что свои силы, свои жизни, свои солдаты нужно сберечь. Это первое. Второе, это попытка делать на качество, а не на количество, то есть там Хаймарсы, Байрактары, допустим, использовать всякие всевозможные системы современные. И третье, это подход к такой вот национальной мобилизации, общенациональной. То есть в Израиле, когда война, это дело всего государства, всей нации. Это не какой-то там, как они говорят, операция, только какие-то дни воюют, какие-то там наемники и так далее. Вот. А Украина, да, всеобщая мобилизация, военное положение, вся нация должна встать на защиту своей Родины. Самая большая, на ваш взгляд, ошибка военного командования России? Недооценка врага. Самая большая победа вооруженных сил Украины за этот период? С Горомом под Белогоровкой, я думаю. Нет, ну самая большая, именно к стратегическому уровню, конечно же, изгнать из-под Киева врага. А что было под, извините, прослушал, не услышал название населенного пункта? Белогоровка. Под Белогоровкой, когда разбили при попытке северский Донецк форсировать. На тактическом уровне это большой был успех, это большой разгром был. На стратегическом уровне успех, естественно, это разгром под Киевом и изгнание врага из-под Киева и севера страны. Ну и теперь мы переходим к вопросам, которые подготовил вам я. Они могут быть не такими интересными, возможно, но все же давайте. Вот мне самый главный вопрос, который сейчас, наверное, интересует, ему солится. Я прочитал кучу пабликов российских, и там вот считают, что Путин все-таки должен объявить в ближайшее время войну Украине. Объявит он это или нет? Хватит ли у него на это глупости? А мы видим, что у него намного и хватает глупости или нет? Ну мы, на самом деле, с 9 мая. И мобилизация, и война, и так далее. Вот. Постоянно про это говорят. А сейчас, мне кажется, что нет, этого не произойдет. Потому что на это указывают как раз все эти их добровольческие национальные батальоны, которые они набирают из добровольцев как раз. То есть вот такая вот, назовем это добровольческая, сколько им обещают, 100-200 тысяч рублей, что-то такое. Вот такая вот добровольческая мобилизация. От этого они нашли альтернативу. Потому что объявить войну означает объявить военное положение, означает объявить мобилизацию всеобщую и так далее. Инфраструктура в России не подготовлена к этому. Я напомню, что Россия, она член ООН и член Совбеза ООН, а ООН запрещают воевать. Именно поэтому, кстати, это ЕСВО в том числе. Это так называемая военная операция. То есть они как бы не воюют, потому что воевать нельзя, войны нет. Если они объявляют именно войну формально, на полном серьезе страны мира могут объявить, например, не знаю, там, ну, как, почему? Почему? Может быть, трансформирование, где будем разбираться и так далее. То есть выросло новое поколение людей, которое не воспитывалось в этой парадигме военного лагеря. Вот октябрёнок, пионер, комсомолец, обязательно уроки военного дела в школе и так далее. И постоянно прокачка мозгов, что вот еще чуть-чуть, мы живем все бедно, мы живем бедно, но готовимся к великой войне с империалистами США. И вот если там начнется война, надо быть ядерной. Все мобилизуем. Вот вся инфраструктура ведь готовилась для этого. То есть все фабрики там есть, все большие фабрики советские, они могли выдержать ядерный удар. Все станции метро готовились к убежищу от ядерных ударов и так далее. Вся инфраструктура вообще построена была так, чтобы мобилизовать сразу миллионы граждан Советского Союза. Если будет объявлена война, обычным россиянам, которые поддерживают войну, не поддерживают войну, стоит приготовиться к тому, что их заставят идти воевать в Украину непонятно за что. Очевидно. Ну то есть в любом случае им надо будет как-то подать, что Россия в угрозе, то есть Россия в опасности. То есть если Путин объявит войну и мобилизацию на всеобщую, то есть ему нужны какие-то весомые аргументы, что действительно Россия в опасности. Не все эти байки, которые в телевизоре, что там якобы война с НАТО на самом деле идут, или там кто-то бомбит, дело говорит непонятно кто вот или так далее, или по крымскому сну кто-то там угрожает. Это не то, что мотивирует, не будет мотивировать людей. То есть они должны действительно знать, когда там какие-то легионы, полчища, не знаю, врагов, вторглись, наступают. Поэтому, опять же, сценарий довольно фантастический. Но если такое произойдет, здесь сложно представить, что потом в Москве люди ломанулись массово, военкомат или что-то такое. Предположим, завтра объявляет Путин войну. Что меняется в самой армии Российской Федерации? Вот если он уже объявил, вот уже вся эта цепочка произошла. Ну, самое главное, там не смогут люди просто так увольняться и уходить, как сейчас происходит. То есть очень большое количество, по факту, дезертиров. Ну, просто так как нет военного времени, вот если вы на территории России, вы не обязаны участвовать в этой операции, вы можете просто уйти из контракта, если в контракт нет. Там даже появились эти доски почета. Да, 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 только хотел сказать. Доски позора, возвращение этих бурятов. Да, ну, вас лишат, допустим, какой-нибудь, не знаю, премии или, может быть, части зарплаты и так далее, но уже вы останетесь. И вы не дезертируете. А если это война и военное время, то, да, вы дезертируете, то есть вы военнообязаны и вы не можете там уйти из контракта, так сказать. Так-то пока войны нет, поэтому... Кстати, это одна из причин, почему они не выводят на ротацию свои силы из Украины. Потому что если их выведут, то они убегут просто. Ну, просто уйдут со службы. Как это было в ситуации под Киевом, когда они их вывели из-под Киева, там процентов, говорят, 20-25. То есть четверть всех вообще просто ушла, сказала. Типа, ну, нафиг, мы не хотим этим заниматься. Какая будет реакция НАТО в случае объявления Путина войны? Опять же, это хороший вопрос, потому что следуя ООН и всем договоренностям и так далее, воевать нельзя. Объявление войны – это фактически нарушение вообще всех-всех возможностей, там уставов и не уставов. Очевидно, что прямо комфортации не будет. Но я не отметаю какой-то там операции с Беларусью связанной, что такое вот. Посмотрите, просто у меня нет той полноты информации, которую есть у НАТО. У них же у них есть, у них есть все варианты сценариев, произведения событий, включая даже такие, что, например, Россия захватывает страны Балтии и НАТО уходит, даже такое у них есть. И даже периметивный ядерный удар тоже есть у них. Но каждый из этих сценариев, в нем есть огромный пятидесят знаменателей, которые я не знаю, поэтому я не могу сказать точно. Во многом, Путин будет стараться избегать этого объявления войны и так далее, как раз для того, чтобы не открывать этот ящик Пандоры. Он все-таки безумен, поэтому если его какая-то там укусит какая-то там, не знаю, пчела очередная, то все возможно. Но, опять же, прогрессирует, как-то реагирует НАТО, потому что мы не знаем целой кучи данных вводных. Нет Путина, нет войны. Или все-таки нет Путина, но война продолжается, потому что... Нет, это не связано. Опять же, если даже уберут Путина, даже какое-то назовет о перемирии, временное прекращение огня, какая-то заморозка, это будут временные меры. Война России и Украины сейчас до полного разгрома или одних, или вторых. Или полностью будет уничтожена Украина, или Россия должна прекратить существование именно в том состоянии, в котором она сейчас находится. То есть не только... Путин уже не важен. Важен развал России или победа Украины? Нет, ну как ты уже не важен? Он никогда не был важен. Ну, то есть это диктатор. Но воюет же не армия Путина, воюет не гвардия Путина какая-то, воюет вся Россия. Воюют люди вон с национальных субъектов, республик у них. Смотрите, я понял. Может быть, я перезадам вопрос. Секунду, секунду. Работает экономика. Путин, он не сам по себе. Там есть ФСБ. ФСБ контролирует все. У ФСБ есть там свои башни. Условно голуби, условно ястреб и так далее. Есть партия войны в России, башни Кремля, так сказать, которая за полностью силовые методы. Путин олицетворяет только тех КГБ, которые пришли власти. Это же не секрет, что КГБ с 30-х, 40-х. 40-х пытался прийти к власти. Им в 50-е годы не дали в свое время. Верию, когда устранили. Они продолжали и смогли с развалом. Потеряли территорию. Ребрентинг произошел из СССР в РФ. Но зато взяли власть. Потеряли территорию, но взяли власть. В свое время царскую Россию. Потеряли территорию, большевики, но взяли власть. Иногда ради власти приходится тебе пойти на какие-то радикальные. Поэтому это не Путин один и все. Там эта система огромная. Она не видит себя вне концепта империи, вне концепта войны, вне концепта милитаризации. И естественно, не видит себя в концепте, что рядом существует демократическая, независимая Западная Украина. Это для них просто... Во многом из этого и война. Майдан, Западный Путин, демократия. То есть, если убираем, условно говоря, убираем этот винтик Путина, то система сама не ломается. Она даже не начнет хромать. Хромать она может начать. Мы все-таки не знаем, что именно на самом Путина завязано. Хромать может хромать. Может, как я и говорил, как-то заморозиться или на какое-то время немного приутихнуть. Даже какие-то договора могут произойти. Но война все равно куда дальше будет потом снова. То есть, опять же, война будет, пока существует Россия в том, что хромать, в котором не есть именно империи. Имперского сознания, реваншистского. Реваншистского имперского сознания пока не существует. И пока Украина существует как независимое, суверенное и прозападное государство, война будет. Приказ президента Украины – деоккупировать юг. Что он означает? Мы готовимся наступать на юг, бегите, россияне, из Ферсона пока не началось. Это политическое заявление, нужно разделять политиков и военных. Военные операции уже проходят. Я напомню, что они под Николаевым же были войска, их отбросили. Намного освободили Сад Покровский, не только Иванковы, куча разных крупных сел, ну и маленьких. Что это такое? Это контрнаступление технически. Армия контрнаступления проводит давно. Сейчас как раз Хаймаркс работает, Новая Каховка, там у них были салюты всю ночь. Взрывали склады. Да, красиво очень. Да, да. У меня есть связи в Новой Каховке. Люди утром под оккупацией, они мне поставят информацию. Утром написал мне человек, фотографию выложил. Говорит, такой, ну, я с ней хочу материться. Говорит, ну, такие салюты. Но, добавляет. Но свобода дорого стоит, поэтому пусть и дальше в ВСУ. Да, три дня свозили туда БК, боекомплекты. И это все, город Ракетка, РЗСО. И все это подняли на воздух. Так вот, да, военными путями все это происходит уже. А заявление Зеленского – это политическая декларация для, во-первых, для Украины, во-вторых, для Запада. То есть, формально, официально, он все-таки, он и президент, и верховный главнокомандующий. Он должен обозначать вектор. Так что у нас происходит сейчас? Допустим, сейчас мы обороняем Киев, сейчас мы, вот у нас битва за Донбасс, сейчас мы, там, диокрутируем вот такие территории. Вот, но военный, генштаб ВСУ, он живет своей жизнью, это правильно, вот, и он смотрит на ситуацию, обладая информацией с поля боя, обладая оперативной информацией, обладая стратегической информацией. Вот, и они давно уже решают все эти проблемы. По моим личным ощущениям, реально личные мои ощущения, что вот в городе, где я сейчас живу, тревогу включают гораздо реже. Что, там, ракеты начинают заканчиваться тоже, или что? Современные, да. А если даже не заканчиваться, они какой-то час хранят на случай большой суворушки. Вот, ну, больше, чем в Украине, там, какая-нибудь. А старые, советские, у них их много, и они их даже производить могут. Вот, ну, даже если могут производить, то, естественно, не в тех количествах, чтобы, там, прямо, бомбить сотнями. Вот, количество, да, ракет, ударов связано с тем, что, действительно, да, заканчивается. Но заканчивается не значит, что завтра это закончится полностью. Вот, опять же, в СМИ-то часто так поддают, что вот, все, там, осталось на месяц, и через месяц не будет ракет. Нет, они могут годами обстреливать, хоть 10 лет обстреливать ракетами. Старыми Х-22, какими советскими, ламповыми 50-х годов и 60-х, вот, и они будут даже производить. Просто они будут производить своими всеми, там, санкциями и так далее, там, и с помощью Ирана трубы помогать. Допустим, 10 ракет в день могут послать, а не 100 ракет, допустим. Вот, но это тоже, это опасно, тут убивать людей, вот, мы видели Кривенчук и так далее. Просто интенсивность ракетных ударов понизилась, и она будет понижаться дальше, но она не исчезнет вообще. А понизилась на сколько процентов, вот, если так взять? Ну, тут трудно сказать, на самом деле. Да, сейчас цифры смотреть, я не хочу просто придумывать цифры, надо смотреть, просто и проверить. Но она понизилась, это да, это точно. Вот вы сказали про эту ракету Х-22, да, это же, по сути, ракета-консерва сейчас, да, эту, которую достали из хранилища. Я вот видел видео, не знаю, настоящее, оно не настоящее, когда взлетает эта ракета, потом резко возвращается назад и лупашет прямо уже в ту установку, которая ее выпускала. Это не Х-22 было, но у них и современные ракеты, там, скажем так, это не первоклассная сборка и компоненты. Вот, я сейчас не вспомню, помню, ты скандеры как-то что-нибудь упали. Ну, смотрите, тут неважно, тут вопрос такой, смотрите, вот эти вот некачественные новые ракеты, старые ракеты, которые расконсервированы. Вопрос в другом, если вот это с небольшими ракетами, средними, небольшими ракетами происходит, то что же все-таки с теми ракетами, которые несут ядерные боеголовки? Может быть так, что они тоже не в том состоянии, в котором желает их видеть Кремль? Что они тоже делают так? Взлетят, потом вернутся и хрякнут там, где запустили? Да, есть такая гипотеза, что здесь ядерный щит России, это тоже Потемкинская деревня. Просто такой вопрос, который никому не хочется проверять. Вот, тут все дело. Упрезидающий удар Запада и НАТО в целом, он во многом построен, в том числе на том, что вот где-то что-то не сработает. Ну, кто хочет такое проверять? Ну, но вероятность есть, да, довольно высокая, довольно большая. Что не все сработает как надо, не все компоненты могут. Но даже если у вас удовлетворяющий удар, нанесенный ядерный по России, там они сразу выжигли все, если у них ядерный потенциал и так далее, и что-то там не запустилось, и что-то где-то не успели там нажать и сделать, у вас там институтся какие-нибудь даже одной или двух подводных лодок России, хватит, чтобы доплыть до США и пустить, не знаю, пару ядерных боеголовок по городам США. То есть, разница в чем? Что если упреждающий удар, то, как разумевает, не по городам России ядерные, а по военным объектам, базирование ядерного. То есть, угрождающий ядерный удар, это стараться уничтожить ядерный потенциал врага. Тут удары по ядерным базам, где-то ракеты шахтного базирования, это патрулирующие, вот, боеголовки, которые катаются, у них ездят. Вот, это все под контролем, это все следит со спутников и так далее, есть концепт, как носить удар. Но есть еще подводные лодки, и что-то может быть, где-то шахта, может быть, одна будет не уничтожена. И там буквально хватит несколько ядерных боеголовок, и они будут пушить, наконец-то, в отместку по городам, а не по военным объектам. Потому что нет смысла кидать, пускать ядерную бомбу по военному объекту в США, вот, когда у вас, ну, по России ударили тысячами ядерную бомбу, а ты, в ответ, можешь только пару десятков. Вот, поэтому никто не хочет проверять. То есть, да, это все подразумевается, все концепты этого удара, они построены, в том числе, с учетом вот этих вот вещей. Но, опять же, никто хочет проверять такое. Надеюсь, что мы не будем проверять, никто не будет проверять, и что в будущем вообще как-то решат вопрос с ядерной угрозой всему человечеству. Придумают, закроют это ядерное оружие под какой-то ключик, и придумают какой-нибудь орган, который, скажем так, этот ключик будет выдавать в случае чего-либо. А вообще лучше не выдавать. Давайте теперь пойдем к Гулицу. И, напомню, это вопросы наших зрителей, на которые мы отвечаем «да, нет», очень коротко и лаконично еще два-три предложения. Итак, поехали. Ну, допустим, допустили человека, который может как-то нанести удар. А вот так будет публично освистано. Потому что все СМИ, на заголовках всех газет будет. Даже, кстати, таких лояльных России все равно будет на главных заголовках. – Россию могут выгнать из Совета безопасности ООН? – Не знаю, отнимая компетенция. Это не военный вопрос. – Ну, это вопрос от зрителей. Вот ваше мнение. – Я понимаю. ООН, как бы Россия, наследие Советского Союза, она учредитель ООН одна из. Насколько я знаю, в ООН не существует никакого о самороспуске, механизма самороспуска. Что-то такое. – Хорошо, вы выгнали бы Россию из ООН, из Советского Союза ООН? – Я? – Да. – Не, она очевидна, что да. – Хорошо. – Но я как бы не там. – Что будет с армией России после войны, после победы Украины? – Ну, армия России, естественно, уже сейчас она деградировала, откатилась уже в 70-е, 50-е, а где-то даже в 40-е годы, по некоторым системам. Очень долгое восстановление. Ну, естественно, реванш, то есть все там диванные патриоты, и не диванные тоже, и милитаристы, естественно, будут ныть и стараться так или иначе содействовать восстановлению этой армии. – То есть наша задача и задача Европы, наших союзников – разобрать эту армию вплоть до того, чтобы солдаты ходили в лаптях. – Именно, именно. Цели Украины и не цели Запада, вбомбить их действительно не в каменный век, но в начале 20-го века, на уровень 40-х годов. – Чтобы не случилось реваншистских настроений, как это случилось у Гитлера и Германии во Второй мировой, да? – Да. – После победы Украины ее возьмут в НАТО? – Ну, не знаю, я бы брал НАТО в Украину, на самом деле. Я не знаю, возьмут или не возьмут, я скажу, чтобы я делал выстраивать свои связи, свои союзы. – Скажите, да. – Да, да, какой-нибудь даже там интермариум, который когда-то считал себя шуткой, я бы сейчас уже не думал, потому что это очень большая шутка. – А что это, извините, я вот не знаю этой шутки. – Ну, есть море, то есть это союз там Украины, Польши, стран Палтии, допустим. – Да, я об этом знаю, да. Украина имеет право после освобождения своих территорий захватывать часть территории России, если Запад будет дальше давать оружие. Или Запад оружие заберет в этом случае. – Тут нет понятия, право или неправо. Победители не судят, то есть если Россия будет полностью разгромлена, то так угодно могут развиваться события. – Но что означает победа для Украины, четко озвучено командующим эшелоном, это деокупация территории возвращения границы 1901 года. Начальник ИБУ Руданова говорил возвращение границы 1901 года. – Это четко озвучено. Все остальное – это фантазии. – Если Беларусь свергнет Лукашенко и попросит Украины защиту, Украина сможет защитить Беларусь от той же России и от внутренних врагов Беларуси? – В одиночку очевидно, что нет, но в блоке с другими какими-нибудь, да, почему бы и нет. Прекрыть какие-то частые границы, помочь освободиться белорусскому народу, да, почему нет. – Продолжите, пожалуйста, фразу. – Перелом в войне наступит, когда Украина… – У меня несколько вариантов, не один их. Когда, например, больше ста тысяч, больше ста тысяч будет убитых со стороны России, когда это будет защищаться во всем обществе России. Вот, или когда у них начинает заканчиваться техника, которая уничтожается массу тысячами. То есть, когда у них уже не будет, даже Т-62 не будет оставлять. То есть, есть несколько таких или. Перелом произойдет, когда эти или произойдут. – И продолжите фразу. «Полное военное поражение России наступит, когда…» – Будет полностью проличие всех их возможностей наступательных. То есть, проличие логистики и проличие… Да, вот и проличие логистики и любых других систем, там, дальнобойных, всего остального и так далее. Когда они будут вынуждены перейти до глухого оборона, глухая оборона под терять реинциативу, и цитатива будет на стороне Украины полностью. В совокупности с такими системами, как «Аймарс» и другие, еще передадут системы. Вот, это означает, что у клиентов уже диктовать будут свои правила на поле боя. – А какие еще интересны системы, извините? – У них «Аймарс» – это всего лишь носитель, ракеты. Помимо «Джима ЛРС» есть еще «Атакам» с, например, которые бьют на 300 километров. Помимо этого, есть и артиллерийские системы, есть разные дроны, есть ударные дроны, есть авиация, есть много всего. – Считаете, их передадут нам? – Почему нет? Я не вижу никаких причин. Все зависит от того, как Украина будет реализовывать. Украина будет реализовывать все это оружие грамотно и хорошо, и американцам будет это понравиться, как «Схаймарс» мне, кстати, понравилось, и как Украина их реализовывает. Я не вижу никаких причин, чтобы, например, не было и авиации, и современной, я не про советую сейчас, говорю, и ударных дронов в будущем и так далее. То есть я не вижу никаких ограничений здесь. – То есть это не МиГ-29, а это Ф-16, Ф-17? – Почему нет? Это не завтра, когда зайдет, но я не вижу причин, почему это не произойдет в будущем. Ни одной причины. – Хорошо, тогда я думаю, что мы в Украине, все люди в Европе, да и даже часть людей в России, которые еще все-таки думают и понимают, что война – это плохо, думаю, уже ждет поставки этого оружия, чтобы вот всех вот тех людей, которые почему-то хотят воевать и убивать украинцев, вот они отступили, даже не умерли здесь. Они уже достаточно удобрили украинскую землю. Пусть просто идут домой и занимаются развитием собственной страны. Большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Надеемся, что победа будет приближаться гораздо быстрее, чем мы об этом думаем.